Тот самый железнодорожный переезд между селами Луговое и Наумово, который стал точкой невозврата сразу для нескольких жизней. А смертоносное решение учительницы подвезти учеников на личном авто, не дожидаясь расписания школьного автобуса, вызвало общественный резонанс. Что ее понесло, я не могу сказать, не знаю, девчонки. Мы сами в шоке, мы сами в недоумении. Это страшная трагедия, страшная. Даже не высказать этого. Поэтому, знаете, директор тоже ее вчера откачивал, врач там приезжал. У нас специальный автобус есть, водит. Вот что мы вопрос-то. Что такое случилось? Такая необходимость тебе повезти. Они бы сели в автобус и уехали. О, если, конечно, не дай бог, говорится. Да ее же родители разорвут. Жители обоих сел, которых объединило общее горе, обсуждают разные версии. По мнению большинства, водитель Тойоты нарушила правила дорожного движения, проехав на красный сигнал светофора. Вследствие чего и произошло столкновение со снегоуборочным поездом. На железнодорожном переезде, где произошла трагедия, действительно нет шлагбаумов. Однако светофоры есть, и они работают исправно. Однако посыпать проезжую часть песком, по словам местных жителей, здесь часто забывают. Это вот после аварии сразу все подсыпали, все сделали. А до этого там один человек долбил, маленько там вычищал еще. К слову, погода в тот роковой день, вспоминают жители, была спокойная. Видимость хорошая. Хорошая погода, как сегодня вот была. То есть, в принципе, и видимость была хорошая, если так вот работает. К фабрике в улице идет. Вот, я завозил туда девочку, я тоже со школы ехал. Вот, и наблюдали за снежным поездом. Я еще ребятишкам говорю, смотрите красиво, как снег летит в разные стороны. Машину в последний момент мы увидели. И той ребятишки даже мои не заметили. И ребятишек, конечно, жалко, но и ее. У нее тоже мама, инвалид, разрывается. В школе работает. И домой бежит, чтобы маму накормить. Не ходит на коляске. В Министерстве образования края поясняют, действия учителя являются нарушением. Педагог обязан дождаться рейсового автобуса. А также лично убедиться, чтобы каждый ребенок занял свое место, а не подвозить детей самостоятельно. Это может быть внеурочная деятельность по расписанию, это может быть классный час, это может быть какая-то другая внеклассная работа, которую должны организовать классные руководители до того момента, как ребенок будет усажен в автобус и сопровождающий этого ребенка, что называется, получится рук на руки. Либо проинформировать родителей, которые могут собрать детей раньше установленного срока. Это допускается. Кроме того, в Министерстве отмечают, система подвоза детей до школы и обратно домой в регионе налажена. Автобусы используют более 600 школ края. А на случай, если школьный транспорт сломался, учеников переводят на дистант. 1 декабря троих погибших детей похоронили на Наумовском кладбище. Родившиеся в рубашке учительница и второклассник по-прежнему находятся в краевой больнице медпомощи. По оценке врачей, водитель в более тяжелом состоянии. Все мероприятия нацелены на стабилизацию гемодинамических показателей. Водитель на аппарате ВВО, то есть под медицинской седацией, то есть так называемый медицинский сон. А ребенок, он в сознании, в контакте, то есть пьет водичку, кушает его, кормит. Спустя несколько дней жители края продолжают бурно обсуждать трагедию и предполагать, почему она могла произойти. Тем временем следователи возбудили уголовное дело по факту нарушения ПДД, повлекшего смерти по неосторожности. Кроме того, проходит проверка на предмет халатности при организации проезда школьников на учебу. София Ценка, Алексей Фризин, Андрей Печоркин. День с толком.